МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа «Новины региона» у студии Катярина Городницкая. Вітаю вас и сегодня в выпуске «Глядите». КОРОВУ О ПОДАРУ НА КАТРЫМАЛА СЕМЬЯ ЗАГРА ГОРОДКА ЯСЯНЬ АСИПОВИТСКАГО РАЙОНА. АДНОВЛЕННЫЕ ДОМ КУЛЬТУРЫ И ШКОЛА МОСТАЦТВАУ. У КЛИЧЕВЕ ЗВЕРШАЄЦАЯЦЯ ПОДРЫХТУУКА ДА ДАЖЫНАК. КОМФОРТНОЕ ЖИТЬЦЁ БОЛЬШИМ ДЛЯ ПЯТИСОТ ДОМОУ. ГАЗ ПРИШЁУ У АДДАЛІНЫЕ НАСЕЛІНЫЕ ПУНКТЫ МОГИЛЮЩЫНЫ. ДВЕЗНАЧНЫЕ ДЛЯ РАЙОНА ПАДІЯ ДБЫЛІСЯ У КЛИЧЕВЕ. ТАК ПАСЛЯ РЕКОНСТРУКЦИЮ РАЧЫСТА ОТКРЫЛІ БУДЫНОК ЛИТЕРАЛЬНА ПОЛНОСТЮ ОБНОВЛЕННОГО ДОМО КУЛЬТУРЫ. ЧАКАЯ СВЕЇХ НОВАСЕЛУ И 32-КВАТЕРНЫЙ ЖИЛЫ ДОМ. КЛЮЧЫЙ ОТ КВАТЕРУ ИМ ОТРЫМАЛІ ШЕСТЬ ШМАДЗЕТНЫХ СЕМЬЄУ. У СЯМЬЄ ПАНЬКОВЫХ ПЯТЦЕРА ДЯТЕЙ. ДАГЭТУЛЬ АНЫ АРЕНДОВАЛІ ЖИЛЬЁ И ВОСЬ НАРЭШТІ СВОЙ ВУГЛ. ОЧЕНЬ СЮ ПАНРАВИЛАЦЬ. ПРАСТОРНАЯ КВАРТІРА. ЭТО ДЛЯ НАС СТОМАЙ ГЛАВНО, ПТОМ ЧТО СЕМЬЯ У НАС БАЛЬШАЯ. ДОМ ОТЛИЧНЫЙ, ХОРОШИ, ВИДНО, СОВРЕМЕННЫЙ. И ОБДІЛКА ТАКАЯ, ЗНАЮТЕ, НЕ СДЕЛАЛИ НИ АБЫКА. А ДЕСТВИТЕЛЬНО, ЧТО МОЖНО ВСЕЛЯТЬСЯ СРАЗУ ЖЕ В НЕГО И ЖИТЬ. 32-КВАРТІРНЫЙ ДОМ ЗДАЛЮ У ЭКСПЛОТАЦИЮ НА МЕСЯЦ РАНІЙ ЗАПЛАНОВАНЫХ ТЕРМИНОВ ЙОН ПОБУДИВАНЫЙ НА МЕСЦЦИ БЫЛОГО ІНТЕРНАТА. КВАРТІРЫ ПОЛНОСТЮ С ОПРАЦІВКАЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РОЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРОМАДЯН. СЕМЬ КВАРТІР – ЭТО ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПО ТРЯНАДЦАТОМУ УКАЗУ ИДЮТ, И 25 КВАРТІР – ЭТО БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ТО ЕТО БУДУТ ВЕТХИЕ, СОЦИАЛЬНОЕ И РЕННОЕ ЖИЛЬЁ. В ОСНОВНОМ СУДА ПЕРЕСЕЛЯТСЯ МОЛАДЫЕ СЕМЬЇ И МОЛАДЁЖ, КОТОРАЯ ПРЫЕХАЛА ДЛЯ РАБОТЫ В КЛИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ. ЭТО УЧИТЕЛЯ, ЭТО ВРАЧИ И ДРУГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. ШМАДДІТНЫЕ СЕМЬЇ БУДУТ ЖИТЬ У ТРОХ ПАКАЄОВЫХ КВАТЫРАХ. КЛЮЧЫ АД ЇХ АТРЫМАЛИ ШЕСТЬ СЯМЕЙ. ПАГЛЯДЦЕЛІ И ТАК БЫМОВІЦ, ДАКРАНУЛЮСЯ ДА СВАЙГО НОВАГА ЖИЛЛЯ. ЗА ВОСЕМ ГОТУ КЛЮЧЕЮ ПАБЫДУВАЛІ ТРЫСТА КВАТЫР. Наталей Ильинич, Сергей Карпяков, Александр Тарасов, Новини РГЁОНА. ЕШЕ ТРИ АГРОГРАДКА МОГИЛЮСКОЙ ВОБЛАСТІ ПАДКЛЮЧЫЛІ ДА ПРИРОДНАГА ГАЗУ. ЙОН ПРИШЁУ У САМЫЕ АДДАЛІНЫЕ НАСЕЛІНЫЕ ПУНКТЫ У СХОДНІХ РГЁЁНУ. БАХАНЫЕ НА ПОЛЛІЕ БЯРОСКІ ХОТЪМСКАГО РАЙОНА. У РАЧІСТАСТІ С СИМВАЛІЧНЫМ ЗАПАЛЮВАНІМ ФАКІЛА САБРАЛІ МНОГИХ ВЯСКОУЦЕЛ. КАП ПАДКЛЮЧЕННЯ ДА ПРИРОДНАГА ГАЗУ У ГЭТЫХ НАСЕЛІНЫХ ПУНКТАУ СТАЛА МАХЧЫМАМ, ПРАКЛАЛІ БОЛЮЗ ЗА 16 КИЛАМЕТРОВ У ГАЗОПРАВОДА. І ТЯПЕР ПЕРСПІКТЫВЫ БОЛЬШ КОМФОРТНЫХ У МАУ ЖИТІ АТКРЫТЫ БОЛЬШ ЧИМ ДЛЯ ПЯТИСОТ ДАМОУ МЯСЦОВЫ ЖИХАРОВ. І ГАТА НЕ ТОЛЬКИ АТЯПЛЕННЯ. ОН ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИ ПОТОМ ОПРАВДАЕТСЯ. Я СИТАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК ДЕРЕВНИ. ДУМУ, ЧТО ВОТ ЭТОТ ГАЗ ДАЖА ПРИОСТАНОВИТ ОТТОК МОЛОДЁЖИ, И МОЛОДЁЖЬ БУДЕТ ОСТАНВАТЬСЯ. МЫ ЕЖЕГОДНО ПРИРАСТАЕМ. ПРИМЕРНО ОТ 200 ДО 250 КИЛОМЕТРОВ ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВЫХ СІТЕЙ. НА 3-4 ТЫСЯЧИ АБОНЕНТОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТІ 330 ТЫСЯЧ КВАРТИР И ИНДИЗИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ИСПОЛЬЗУЮЮТ ОТ ЭТО БЛАГО ПАД НАЗВАНЕМ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ. Наступным этапом у реализации державной программы газификации повинна стать подключение до природного газа поселка Татарка Осиповицкого района. Ашмадетная семья Загрогородка Ясень Осиповицкого района отримала у подарунок от президента Беларуси Александра Лукашенки корову. З незвычайной просьбой подарить живелу звернулась на офицейный сайт керавника державы госпадыня семьи Вольга Снегир. Мауляу, у них и так великая господарка, и Буронка будет доброй подмогой для семьи, где расти пятера деток. И вось подарунок доставили у Ясень. Под ручение президента документы на новую жихарку господарам ручил первый наместник старшине Могилевского Абалвы Конкама Олег Чекида. Ноутбук и двухъярусный детячий ложек стали приемным додатком до такого важкого подарунка. Семья, где пятера детей, теперь будет заусюда со свежим молоком. Вось он сертификат. Подарунок корова-помянушцы белка, черно-стракатая, суточный удой 25 килограммов. За подарунок семья Снегир вельми удячна. Вот это вам подарочный. Смотрите, какая красота. Что может быть краше у нашей страны, чем эта фотография. Это очень ценный подарок, мы его, конечно, передадим в этом стране президенту. Дети у батьков их головный гонор. Шесть старейшим у Ваню, молодшим близнятам Максиму и Полинине, ма и двух. Ясчет двум сынам Кирылу и Сергею пять и три. Малые ведают, что такое вязковое життё. Господарка у сямьи великая. А кроме апурсюка, трусов на подворку, безлеч птушки, гуси, курица, царки и навод фазаны. Новое место жихарства худко обжила и белка. Племянную живёлу для сямьи выбирали спокойную и податливую. Яна с мясовой господарки. А как было легче доить, подарили ясчей доильный аппарат. Вот такую красавицу нам доставили. Спасибо ему за помощь, что не отказала нам. Да, что вот. Подарили такую кормилицу. Будем указывать за ней, смотреть её. Белка оказалась ясчей допытливой, вырышила оглядеть у весь двор. Господары её и дозволили. Свежая поветра перед вечерней дойкой только на корысть. Попробуем руками сразу. Сначала, наверное, так. А там почитаем инструкцию. Будет видно, потому что нужно что-то сделать. Почувствовать своё отношение к ней. Здесь пока негде будет. Тут же, дарычи, и великие стоги сена, и соломы. Повинно хапить до наступной косовицы. Сельский труд, он всегда относительно непростой, но благородный. Можно в городе хорошо жить, работать. Можно и в сельской местности. Например, видим, что молодой паре нравится жить в агрогородке. Это видно по тем планам, которые они для себя определили. Это тех пять детей. Ну и то хозяйство, которое они ведут. В Ольгой Снегир калести изменила спортивную карьеру на корысть вязкового життя великой семьи. У минулым яна паспяховая легка атлетка с Бабруйску. Вучилася там у вучилищи Олимпийского резерву. Я есть аргей мясцовый из Ясеня. Давно працует тут тракторыстам. А у 2015 года семья праватизовала дом, який выделила мясцовая господарка. Так что про то, как склал все лес, никто не шкадует. Это все зависит от семьи. Один никогда не сделаешь ничего. Если есть помощь, поддержка, взаимопонимание, помощь друг другу, тогда все получается. Дети – это счастье. Государство в стороне не остается. Все помогают. Белочка. Додатковым приемным сюрпрызом для семьи Снегир стала тая новина, что их белка тельная. По паунению господарцы будут шакать на початку весны. Алина Славьева, Олеся Рыбалка, Александр Тарасов. Новины региона. Незвычайные и неподобные один на одного. Установы культуры города Могилева зарабили видовиншавания своим коллегам на периоды Дни профессийного свята. Глядели разом на святочные мероприемствия. Тут были и узнагороды, и подарунки, и концерт. Под рабязностью у Алены Милюшанковой. Незвычайные и с гумором подошли до профессийного свята работники культуры. Подрактовали веселые видеоролики и номары, и у свой профессийный день просто дарили добрый настрой и с обеим присутным. Наши ребята стали победителями международных конкурсов. Они прославили город Могилев. У нас прошли большие, крупномасштабные мероприятия, посвященные 750-летию города Могилева. Мы сохранили все народные коллективы, мы сохранили все звания и приумножили их. У зале собрались аты, для кого праца не просто обовязок, а справа, якая робится от души. Лепшие представники сферы отрымали узнагороды. За развитие хорового детячего мастерства Могилева премию АБЛВКОНКАМа отрымал намесник директора детячей школы мастерства у имя солдатова Сергей Горбатюк. Работа культуролога, она всегда немножечко в тени. Но наружу, наверное, культура завтрашнего дня. Культура наших детей, воспитание. И тот огромный труд, который вкладывается, он, конечно, прорастет очень, я думаю, красивым деревом. Как у любого творчого человека, каже Сергей Горбатюк, в планах рухаться до новых встреч, знаемств и новых вершинев. И у Могилева планов шумат. Зараз активная идея под рыхтука до фестивалю «Золотый шлягер». Музейные установы рыхтуют цикавые выставы для могилевчан. А библиотеки города пратягивают вздевлять на своим креативным подходом до работы с читачами. Вось такая цикавая профессия – рабить свята для інших. Алена Мельшанкова, Александр Артемьев, Новины региона. А створать свята для працавников вёске яны протягнуть у субботу у Кличеве, где пройдусь областные дажинки. А 9-й године ранецы фестиваль «Кермаш» распочне урачистое богослужение у свято-благовещенским храме райцентра. Так само у программе открытие памятного знака военным журналистам Могилёшны и арт-объекта «Рох-багаття» и обовязковое святошное шести передовиков селетнего жнева. Урачистое открытие фестивалю «Кермашу» працавников вёске дажинки 2016-17 отбудется апудни на головной пляцовце. Заслуженную пашану отрымают спераможцы областного споборництва за досягнение лепших показчиков у развития агропромыслового комплексу. Гостей свято урожают, чекая богатая забавляльная программа. Концерты зорок белорусской эстрады, Искуи Абалян и Алексея Хлестова. Заслужена коллектива Республики Беларусь ансамбля «Сябры» под керауниством народного артыста Беларуси Анатолия Ярмоленка. Ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» коллектива и выканавца у Могилёвской областной филармонии. Увесь день будуть працавать святошные пляцовки и гандлёвые рады. Нагадаем, сё лета вага караваю Могилёвщины 1 млн 240 тыс. тонн, средняя уроджайность – 36,6 центнеразгектаров. И это больше, чем летась. Бронзовая скульптура Шуры Балаганова в Бабруську теперь працует не в тестовом режиме. Знакомитый персонаж Ильфа и Пятрова размауляя с гораджанами уже надейно и без боев. Механизмы одлажены, гук настроенный. При наближении до памятника включается аудиозапис. Динамик передае больше десяток цитатов с фильма «Золотое теле». Фразы про поход же невеликого комбинатора у симзнаёмые и выкликают у прохожих только усмешки и добрый настрой. Знакомитый персонаж будет размаулять круглый год. Температурные перопады не помеха. Покуль же памятник, який размауляя, большуся гостьюля и гостей города. Я не местный, я из Витебска, поэтому... А вы знаете, кто это? Конечно, Шурабалганов. А он разговаривает? Естественно. Он реально разговаривает? На самом деле. Реально. Подойдите, давайте попробуем. Здравствуйте, Шурабалганов. Скажите, Шурабалганов, только честно. Сколько вам нужно денег для счастья? Очень интересно. Неожиданно? Неожиданно, да. Меня заставили в расплох просто. Я ездила в Патуре, и поэтому вот приехала, просто увидели по дороге, смотрим, надо посмотреть, такую интересную вещь, да. Мой ребенок доволен. Она подошла, и она сразу испугалась, но потом сказала, ничего себе, первый раз вижу памятник, разговаривающе. Три кватеры, 13 автомобилей и 24 путевки на двоих за мяжо, так само больше за 38 тысяч призов на сумму больше 1,5 миллиона рублей. И все это призы, которые могилючане выигрывали за 42 тури гульни у Евроопт. До речи, и у самим 42-м туру с жихары областного центра выиграли 7 буйных грошовых призов. С Евроопт мары спрауджаются. Еще у минулы понеделых главные переможцы 42-го тура гульни удача в придачу поспели оценить свои подарунки. Это и ключи от столичных апартаментов, и три новенькие позадорожники. А 30-го вересня собрались и покупники Евроопта, а так само интернет-гипермаркета, едаставка и гипермол, которые в этом туре выиграли по тысячу белорусских рублев каждый. Традиционная церемония ознагарожения пройшла в Палаце Республики. Там на сцене генеральный директор сетки магазинов Евроопт Андрей Зубков уручил каждому сертификат на грошовые призы. Это сама по себе рекламная акция. Это подталкивает людей приобретать, ходить в магазин, приобретать больше товара, интересного товара, и кроме этого еще иметь шанс получить приз. Грошовые призы от Евроопт разлетелись по всех регионах нашей краины. Але церемония ознагарожения стала не одним пунктом святочной программы. Публику чекало выступление музычного коллектива, оркестр Фишера и святочный фуршет. И, конечно, ж долго чеканным подарунком стал концерт гуртать, а не толкай. Перамужцы с радостью подялились своими эмоциями. Здорово. Вы знаете, так все красиво, так сполучает. Мне кажется, все довольны. Вообще здорово, что есть такой праздник, что есть такая игра. И как-то вот все здорово. Семого кастричника у 43-м туре гульни удача в придачу. Знову будут разыграны четыре стильные позадорожники и 23-я кватера от Евроопт у респектабельном районе Минску. Каля Минска-рыны побольше с проспектом Пераможцу и водосховешем Дрозды. Нагадаем, стать удельником гульни от Евроопт вельми просто достатково зарегистроваться на сайте евроопт.кабай. А далее вы корыстовываете дисконтную картку Е+. Купляйте в магазинах Евроопт, интернет-гипермаркетах Е-доставка и гипермол. Необходные вам товары разом с любым товаром удачи. И памятайте, чем больше кода, у тем выше шансы на поспех. Сидели дома, заказали Е-доставку, на следующий день пришло поздравление. Было очень приятно и неожиданно. Нагадаем, за каждое 10 рублей у покупнику не только наличиваются гульнявые коды, але и выдают скрэч-картки. А з ними можно так само выиграть шмат призов у темлику 100, 500 и 1000 рублей. Призы будут разыгрываться до шостого костричника у Ключна. На нашем сайте еще больше новин. Глядите нас! Субтитры создавал DimaTorzok